Меня зовут Александр Казаков, я особо представитель Уркомитета национальной премии СВОИМ. И накануне годовщины специальной военной операции и на самом деле благотворительного фонда СВОИМ тоже, а не ровесники, мы проводим серию бесед с членами попечительского совета нашей премии, с членами Уркомитета, с известными людьми. Говорим мы о премии и о жизни, а также о войне и мире. Сегодня у нас Александр Артамонов, в моей системе координат высшая оценка, военный специалист, потому что это не просто какой-нибудь там эксперт, военный специалист, помимо всего прочего специалист по армиям наших врагов, каковых у нас вообще мало таких специалистов, писатель, автор нескольких книг. Мы не будем притворяться, что мы новые? Не будем. Александр Артамонов, российский журналист, политический обозреватель, эксперт по армиям НАТО, военный эксперт Первого канала, выпускающий редактор и военный обозреватель Еженедельника «Звезда», военный и международный эксперт программы «Открытый эфир ТВ-Звезда», начальник управления телеканала «Большая Азия», обозреватель и главный редактор французской версии видеоканала «Правда.ру», автор исследовательской повести «Русский региональный самолет», начальник Совета по политическому и научно-исследовательскому развитию Федерации служебно-прикладной подготовки силовых структур К-9 и специалистов органов. Значит, прежде чем перейти к вопросам, которые я заготовил, я бы хотел, чтобы мы с тобой на двоих коротко и очень просто ответили на вопрос, почему все так случилось, почему случилась специальная военная операция 24 февраля 2022 года, было ли это неизбежно, и если да, то почему? Что предшествовало этому? Какая была логика событий? Саша, я, конечно, должен срочно сказать, что это было неизбежно, и предвосхитить фактически все последующее, что я дальше скажу, потому что от меня именно этого наши супостаты ожидают, и я должен подтвердить, что я кремлевский пропагандист, я должен всех слегка разочаровать, да, я абсолютно про-кремлевский человек, только не пропагандист, а аналитик. Совершенно разумно, и по собственному выбору, при том условии, что мой выбор – это редкий случай, я не буду расшифровывать это положение, кому надо, то знает, абсолютно не обусловлен никакими реалиями заданности, то есть я в свое время мог сам все себе выбирать, я конкретно выбрал именно кремлевскую оппозицию, при условии, что, поверьте, были любые возможности, и хватали за руки, и тянули, и предлагали, и предлагали очень-очень многое, очень многое я потерял, а все это связано с тем, что, ну, наверное, мы, люди, живущие в России, российской цивилизации и культуры, обладаем понятием, часто, может быть, не юридическим, но очень важным – справедливость, а слово «правь» – мы любим, вот, право, справедливость, право судья, наше право, вот это выше, чем просто понятие юстиции, на мой взгляд, и закон, что закон – он о букве, а это о духе, тогда, когда касается нашей страны, то убираешь по сердцу. Я не буду рвать ленюшку на груди, просто говорю сейчас то, что думаю, в том, что касается ситуации. Миф и анти-миф. Миф, что все люди одинаковы, не в зависимости от того, к какому народу они принадлежат, и если к человеку относиться непредвзято, то все, как бы, можно всегда исправить, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, а Гитлеры приходят и выходят, а немецкий народ остается, несколько неточно его цитируют. Анти-миф. По крайней мере, в моей субъективной системе координат я так не считаю. Да, народы действительно обладают все равными правами, по закону, но цивилизации бывают, я считаю, ущербные, лукавые и злобные, которые заведомо порочны и которые не должны существовать, как бывают клетки, простите, доброкачественные, извини, и злокачественные. Вот это очень важная вещь. Смотрим внимательно. Нет понятия народа, с точки зрения этого заряда, есть понятие цивилизации. Западная цивилизация несет в себе постоянно присутствующий, инкапсулированный вот этот вирус нацизма по праву своего существования. Нацизм и расизм. И расизм. Я могу это доказывать долго, я могу вспоминать, естественно, все погромы, я могу вспоминать, что они делали с сифардами в Испании, могу вспоминать, что они делали с ишкеназами, как они там сжигали на кострах, это все очевидно, но я, правда, убедился, что, к сожалению, многие люди плохо знают историю, а некоторые даже никогда не изучали в школе, в основном, с молодым поколением. Но бог с ними, я сейчас не курс читаю. Просто, когда мы были победителями после Второй мировой войны и считали, что весь мир понимает, что мы победители, на самом деле, наши враги уже ковали нам погибель, продолжая проект Третьего рейха по разработке, ну, скажем так, оружия, некого действительно этнического, психологического оружия, которое должно действовать на нас. И вот они это оружие во всей красе применили на примере Украины, малорусской. Они это сделали. И почему я сказал, значит, эмбрионные вирусы? Дело в том, что на южной русской земле, конечно же, зародыше это присутствовало, поэтому легло и развелось. Что я имею в виду? Давайте вспомним, где были погромы в Российской империи. Почему-то они были именно там. Не надо не цитировать черту оседлости, а евреи присутствовали на территории всей Российской империи, не было такого строгого порядка. Ну, если там кто-то хотел в местечко проживать, другой вопрос, так сказать. Ну, в принципе, я, наверное, никого не удивлюсь, скажу, что даже была знатная фамилия в книге дворянства, бархатной книге, евреинов, между прочим. Евреинов, они читали. О, я, кстати, извини, на секунду, прямо? Черта оседлости, если вдруг кто не знает, проходила по центру сегодняшнего Донецка. Юзовка на одном берегу была в черте оседлости, которая стала потом Сталина, потом Донецка, а Макеевка была уже в войске Донском. Так вот, в Юзовке, где было под 40% еврейского населения, никаких погромов и никаких проблем не было. Ну, вот это, в принципе, ты сам, на мой взгляд, даешь совершенно четкий аргумент, жесткий, потому что разговор-то жесткий. Сейчас скажут, что есть плохие народы. Я еще раз повторяю, плохих народов, с точки зрения народа, говорящих на каком-то языке, якутском, французском или русском, не существует. Плохие цивилизации, которые эти народы могут почему-то превратить в боевую машину, уничтожение жизни, что-то еще. Да, конечно, есть. И западноевропейская цивилизация атаковала все свое величие с колониальных времен. И она себе избрала местом, на которое осил вирус, метастаза, именно южно-русские земли не случайно. Это результат проекта, проекта Третьего Рейха. Ты говоришь, когда все начиналось? Начиналось в Третьем Рейхе. Потому что тогда уже был построен Мюнхенский проект, потом перерос в Гарвардский проект. Он касался изучения типа нашего национального самосознания. И только что были рассекречены документы в госдепе США, когда американцы в 50-е годы, теперь уже прошлого 20-го столетия, попытались представить, где конкретно они могли бы устроить завоевание наших земель, и где бы их встретили, ну, как говорится, хлебом и солью. Как выяснил Западная Украина. Это документы 50-х годов, просто кречная, и изученная совсем-совсем недавно. С курсом это дело обсуждали. Вот. Западная Украина, Восточная никогда, Донбасса никогда. Самое интересное, Одесса вот так там заштриховано, вроде бы как непонятным цветом. Ясно, в чем было уже много переселенцев из района Галиции, обновление состава этнического. Но этим людям уже все равно, они уже жили свое. Это было 80 лет назад. И, тем не менее, получается, что в нас прицелились, как из винтовки Лобаева, за 7 с лишним километров она стреляет, и аккуратно выстрелили. Пуля летела, а мы жили и не знали. Мы рисовали солнечный круг, считали, что небо вокруг, мы воспитывали мальчишка-девчонок, мы кричали пхай-пхай, мир, мы будем дружить со всеми. А в это самое время нам спокойно, грубо говоря, уже вели, как говорится, яд, отрава, которое просто шло к сердцу, а мы еще об этом не предполагали. Поэтому началось это, конечно, не с Майдана, и не с первого Майдана. Началось это тогда. Строится это даже не на чувстве обиды. Там нет обиды. Еще раз, западная цивилизация – это тигр. Тигр – не домашний кот. Бессмысленно. У меня вот есть кошка дома, замечательное животное, но тигр, он всегда помнит о том, что ты, в принципе, кусок мяса для него. Еда. Мы еда. И они нас всегда так воспринимали. Причем это тигр-людоед. Да. Он просто по натуре. Мясо человек, кстати… Кстати, я напомню, что в Индии делают с тиграми-людоедами. Всем миром идут и уничтожают его, потому что знают, что он не остановится уже никогда. Да, это же сладко очень. Вот и как раз по западной цивилизации. И я это говорю абсолютно не шаманя, не вангуя, пытаясь основываться на каких-то фактах. Мне кажется, я их процитирую уже немало. Но, коль скоро, хоть небольшая вера, надеюсь, у аудитории ко мне есть без всякого жеванства, я все-таки отмечу, что так как я окончил французскую военную дипломатическую академию, Сарбону, еще католический университет Франции, наверное, я понимаю, что такое западная цивилизация. Причем я это использую, этот аргумент уже специально расшифровываю. Это антидот, чтобы никто не верил мне на слово. Я его использую в последнем. Я не говорю, верите мне, люди. Сначала приводил другие аргументы. Но изнутри, зная эту цивилизацию, я просто говорю, но они не мыслят иначе. Это боевая машина уничтожения других цивилизаций. А из этого я делаю очень жесткий вывод. И этот жесткий вывод, ты его, собственно, уже сказал, но люди часто могут не понять, в особенности у нас женщины очень впечатлительные, о том, что такая цивилизация не имеет права на жизнь. Коротко и ясно. Потому что это машинное убийство и уничтожение. А что это значит? Сейчас я слушаю, во-первых, вопли, вы хотите убить всех, вы от тела. Вот наш с тобой знакомый, Ани Спитку, сегодня мой эфир назвал горе побежденным. Да это сказал Вая Виктис, горе побежденным. И это имело думать, что мы не можем проиграть, потому что они нас сожрут. Ну, молодец, он сделал это, как журналист. А наши женщины сейчас будут кричать, варвар, агрессор, ты не хочешь в Пизанскую башню, а я еще не сфотографировался в любом купальнике на фоне этой башни, а я хочу вообще триумфальную арку посетить. Ах ты, сволочь, ты в Париже вырасти, просто на все же наплевать. Не-не, ребят, мне не наплевать. Я, поверьте, гораздо больше многих, уж, наверное, при квази родном французском языке, квази, потому что я в 10 лет им еще не владел, а родном, потому что, извините, французы отказываются верить, что у меня это не родной язык, они записали ложное происхождение, но я, честное слово, я рожден в денежный период, улица Веснина, Москва, прямо за высоткой МИДа, и, честное слово, от папы и мамы чисто русских людей, папа с кавказской кровью, больше ничего. Но они не верят. Так вот, действительно, я к этому тоже очень чувствитель. И к музыке гадно, и к Моцарту, и к кому угодно, и обожаю орган слушать в Калининграде. Но нельзя же применять душу на честь. Мы все это оставим. Это не цивилизация. Это культурное проявление, как мы смотрим на римские статуи. Но ты же понимаешь, когда ты ходишь в Пушкинский музей и смотришь на римских сенаторов, это очень красиво, что эти люди несли заряд абсолютного зла. Потому что они спокойно, даже холодным оружием, переубивали полмира своих. Мар и Ностром вокруг Селезноморья там переубивали всех. Причем я, как человек, владеющий холодным оружием, очень неплохо. Кстати, я хорошо понимаю, что такое убить физически человека холодным оружием. Это не на расстояние кнопочку нажать. Они там, грубо говоря, очень много чего сделали. Поэтому наслаждайтесь своим искусством, джаконами там, ходите в зимний наш дворец, где тоже полно этих произведений. Да хоть в Луганск, где, кстати, есть передвижники, не передвижники, а мастера итальянского Ренессанса. Я очень удивился, как сохранилось. Великолепно, молодцы луганцы. В Донецке вообще великолепная художественная галерея. Там и вся русская классика, и даже Серебряный век есть там, очень редкие вещи. Ну, это героические люди. Это отдельная тема, что такими это подвижничество. Но разговор не об этом. Я специально это говорю, потому что очень часто возникает недоумение, недопонимание. Но нельзя душу менять на это. Потому что даже если ты хочешь себя продать, вот украинцы закатили себя продать им. Они сказали, знаешь, как в концлагере, когда полицей выделялся или РОА русский сводит на армию, кто хочет жить и не идти в газовую камеру? Я! Я не хочу в газовую камеру. Я тоже не хочу в газовую камеру. Но я понимаю, что после этого ты, ну, уголовный, конечно, язык, ссучился раз и навсегда. Что пути обратно нет. Это все, это контракт. И вот они сейчас платят. И я понимаю, кто еще может заплатить. Я скажу честно, армяне могут заплатить. Прибалта могут заплатить. В точности так же. Потому что я вижу, куда они двигаются. Я постоянно пытаюсь их грузины могут заплатить. Сегодня был в эфире грузинского телевидения. Я предупреждаю. Вот реально, предупреждаю не то, что угрожаю, предупреждаю. В результате будет гора трупов, потому что это цивилизация, она не может ничего дать. Церковники, знаешь, как говорили, дьявол ничто, который ничтожит. Это формула. Не я ее забрел. Что имеется в виду? Это алгебра. Если ты любое число помножишь на ноль, ты получишь ноль. От того, что ты заключишь контракт, заключишь с дьяволом, ты все и всего себя обнулишь. Они тебе дать не могут. Они безблагодатны. У них ничего нет. Поэтому сейчас они дошли до того, но давай несколько потрясем аудиторию, потому что я никак не могу успокоиться, но я могу назвать французский министр Брюно Лемер, министр энергетики, IT, экономики и финансов сразу. Пишет книги, в которых описывает в подробностях, но мне гадко, я не буду вам повторять, полностью гомосексуалистский процесс при заходе сзади, причем в физиологических подробностях, будучи министром, действующим, и продают эти книги. Кто усомнился, мы называем книгу даже по-французски «Фюги америкены», буквально американское бегство. Я об этом узнал буквально на днях, но такое сие, только на французы запретают, способны, это Ломоносов, я вам говорил. Но вот как? Эта цивилизация не может никого оплодотворить, она не в состоянии. Поэтому я призываю всех своих соотечественников понять, что, может быть, Донбасс не понимал в тот момент, но он вот с чувством прави, правильного бытия, он когда восстал против того, как его хитро упаковали, хитро даже, вот вот эти схемы говорили, ну вы же будете на Запад ездить, ну а деньги дадим, ну посмотрите, сейчас вас деньгами накачаем, а, кстати, накачивают, в Армении сейчас идет колоссальный перерост якобы ВВП, на самом деле это финансовая, спекулятивная экономика, там просто французы закачивают деньги. Все будет хорошо, у вас оружие будет, а чего, наш Ильхам Гидарович, вполне себе союзник, если союзник, так вот он там берет западное оружие, говорит, да у нас у них там лучшее оружие, ну ну лучшее, а я вижу, у кого лучшее оружие, она по-любое. Вот получается сплошной обман, ложь, а в результате что, а в результате ничего, а в результате Украины сколько там было, 53 миллиона, как на Рочницкого, точнее он мне на днях, осталось, честно говоря, украинцы, сами говорят, 21. Тайм обманывает себя, журнал Тайм, говорит 32, не 21, сами украинцы говорят, ВОЗУ, Всемирная организация зарплаты, а мы знаем, что 19. И что ж, ну ты понимаешь, это же гекатомба, это смертоубийство, в землю 30, за 30 лет суметь избавиться от больше, чем половины собственного населения, десятки миллионов не живут там уже, ну и что, я даже уже стал волноваться, думал, а кто же там будет жить, поэтому Донбасс, он просто за жизнь, это элементарно, это человеческие, без всякого понимания всех моих сложностей, мюнхенских, гарвардских проектов, каким образом все эти чудодеи, алхимики на своих лабораториях зло это замышляли, люди, у нас наши люди, на наше славянское равнение, они ощущают правду, они просто поняли, что это смерть, с этим нельзя иметь дело, и все, и тогда встали и пошли, знаешь, когда было Дебальцево, пошел даже дед, была такая история, который стрелял из этого ружья противотанковой эпохи Второй мировой, вот, а дед был уже глухой, и все удивлялись, как он там выдержит попадание рядом с собой, а он ничего не слышал, просто вот настолько, даже этот человек в таком же виде своем просто понял, что надо, и все понимали, и Ольга Сергеевна понимала, вспоминая про, я про дивизион РСЗО, про Акачура и Медведь, позывной Гришин, помимо Корса, Корса, это Ольга Сергеевна, так сказать, ее был позывной, тоже понимала, 16-летняя девочка-снайпер, которая на савор-могиле стоит, памятник прямо внизу, у людей, вне зависимости от возраста, без всякой пропаганды, без всякого надрыва, есть понимание, я это понимаю, у меня жена за ногу держит, я говорю, я пошел бы мотострелком, пожалуйста, я же, как бы, так сказать, вертолюстрелком бы не взяли, тоже была специализация, но вот мы приносим здесь добро, у нас свой путь, но она будет, пойду и мотострелком, я смерти не боюсь, у Вича боюсь, я нормальный человек, и смерти близких боюсь, поэтому, что могу сказать, ну, это неизбежный конфликт, он не связан с Донбассом, подытоживая, он должен был состояться, он не связан с украинцами, как с нацией, я не считаю, то, что есть некое зло, которое несет украинская нация, хотя у меня есть... Если она есть. Ну, ты понимаешь, есть предрасположенность слабой иммунной системы, я это так называю, вот, считаю, что, поэтому есть и другие республики под ударом, с которыми идут очень большую разрушительную работу, я часть их только назвал, знаю, бывшие советские республики, о ком идет речь, ну, собственно, очень надеюсь, что пример Украины будет той сывороткой, которая позволит другим привиться и отползти от края, даже если головы нет, и вот нашего мышления, что такое правь, а что такое нафь, как говорили древние славяне, не возникает в голове, то, по крайней мере, будет инстинкт самосохранения. Да. И это хорошо. Да. Это злой урок, но вот, начали злое добро, есть доброе зло. Вот у нас злое добро, у Запада доброе зло. Вот как вот человеку больному диабетом дать сахар, сказать, да ты кушай, кушай, пирожное ты кушай, а потом ты сдохнешь. Ну, это не важно, мы тебя на органы разберем и утилизируем. Вот примерно так. Я бы к твоему рассказу добавил очень коротко ближнюю, ну, такую земную, ближнюю предысторию 24 февраля. Потому что вот два года прошло, два года мы об этом рассказываем, и как-то и два года это звучит почему-то как новость. вот я взываю к памяти тех людей, кто нас слышит, потому что это все в оперативной памяти находится. Вспомните, незадолго до 24 февраля 22 года из ДНР и ЛНР началась массовая эвакуация. Прежде всего, детей. Вы думаете, почему? Вот это, скорее всего, помнят. Вы думаете, почему? Что, землетрясение, издержение вулкана, на этом фоне количество обстрелов. Я 4 года прожил в Донецке, с 14 до 18. И мне как бы не привыкать. И вот недавно после этого жуткого удара по рынку техсильщики приводили таблицу к моей коллеге самых страшных ударов по мирным. Так больше половины из них, я смотрю, при мне произошло. Но одно дело, когда вот ты живешь в Донецке и знаешь, что с какой-то регулярностью противник, который находится вон за околицей вообще, его же видно было, периодически просто накидывает на город мины, причем, мины, потому что даже артиллерийский снаряд, это в рамках минского процесса было скандалом. А мины они так и накидывали регулярно, каждый день. На кого Бог простит, прости господи, прошлет. Но перед 24 числом почему эвакуация началась? Потому что каждый день количество артиллерийских ударов по городам Донецка и Луганской народной республики росли по экспоненте, доросли до цифры 500 с лишним ударов в сутки. Любой человек, который смотрел фильмы про войну или читал книжки, понимает, что это подготовка. Никак иначе это интерпретировать нельзя. И при этом на той стороне стояла армия, которую с 2014 года, 10 лет, тренировали в Европе. Теперь только что министр обороны Британии признался, что они тренировали с 2014 года. Их вывозили туда и натаскивали. То есть 10 лет натаскивали их натовцы. в январе за неполные два месяца до начала специальной военной операции. Вы вспомните, военные транспортники из Лондона шли в Киев как трамвай по расписанию. Они отгружали тоннами оружия. Тоннами. А до этого при Трампе 4 дживелина были мировым скандалом. А тут просто тоннами в товарных количествах. И там стояла подготовленная армия. Очень неплохо вооруженная. И при этом противостояли им два армейских корпуса. Первый донецкий и второй луганский. На самом деле не очень многочисленные. И вооруженные ведь о чем тоже забывают часто. Военно-техническое обеспечение первого второго армейских корпусов было законсервировано на уровне 2014 года. То любое оружие которое появлялось у нас и было выпущено после 2014 возникал вопрос откуда вы взяли. А ну Россия вас вооружает. Поэтому мы ремонтировали то что было 2014 года. Из двух танков собирали один. из пяти под дебальцев отжатый противник из пяти грузовиков тоже один. На базе Абхаза. То есть при таком ограничении военно-техническом на той стороне стояла армия. Порядка 180 тысяч человек вдоль всей линии разграничения. Ну и здесь на бумаге было 60. На самом деле меньше. Да я понимаю да у нас там дома сидели мужики с оружием они бы сразу встали и вышли это тоже порядка 10 тысяч человек которые сразу вышли как бы собрались оделись взяли все свое оружие до 5 единиц по закону Донецкой Республики можно было хранить дома и пошли воевать всего лишь 10 тысяч и поэтому если бы Путин не начал специальную военную операцию утром 24 февраля то на следующий день или через два или как говорят там до 8 марта в атаку пошла бы армия киевского режима вопрос двух трех дней когда бы они сломили сопротивление наших армейских корпусов а потом они бы максимально быстро вышли на бывшую границу и началась бы резня в прямом эфире они бы резали убивали вешали они бы расстреливали род дома и делали как это делали их деды привязывая колючие проволоки младенцев в деревьях вот эти фотографии мы же помним они бы делали то же самое и всю эту резню в Донбассе наших людей они бы показывали нам в прямом эфире я считаю что психика нашего народа бы не выдержала этого это было даже не понимаю что могло бы быть и поэтому 24 числа мы упредили удар по нам это именно упреждающий удар упреждающая самооборона на самом деле так это называется международным правом я с тобой полностью согласен не потому что мы с тобой на одной стороне и товарищи соратники а потому что я очень хорошо помню слова из чая Диада депутата так сказать депутата парламентария этого самого Рада Лешко подтвержденного гомосексуалистом который говорил о создании этнических лагерей для восточных украинцев в смысле для жителей Донбасса принудительного перемещения населения и замене его на рогулей точно все я помню великолепно и я знаю потому что все-таки состою в высшем совете Кремль 9 федерации подготовки сотрудников органов силовых структур про людей на той стране которые большими пальцами выдавили глаза у военнопленных в 14-15 когда все началось и творили другие зверства и это не верилось творили у нас на глазах в 22-м году что они с нашими пленными делали снимали это и выкладывали в сеть и когда Ялтинская прокуратура опубликовала материалы волынской резни хоть скоро мы с тобой вспомнили историю то при условии что как я сказал я очень хорошо знаешь такой запах парного мяса на полюбую к сожалению потому что у людей разное восприятие у меня запахи распредывают и у каждого свои как говорится и грехи и отчетность в этой жизни но есть вещи потому что у меня много детей которые я смотреть не могу я историческую хронику где я видел ребенка кричащего через смерть пятеретнюю девочку привязанную тремя рядами колечья проволоки вокруг тельца она умерла и она кричит через смерть у меня распахнут крик криком рот понимаешь ну вот честно я бы собственно руками кишки бы выпустил и это не слова слова военного человека причем беспощадно беспощадно вот исходя из этого могу сказать одно те кого они там приготовили я очень рад что они на кладбище потому что я не хотел бы чтобы эти люди вошли в мирную жизнь ни в каком виде потому что я знаю что нервы даже офицеров НКВД не выдержали даже после войны потому что там зверства поэтому я вспомнил Волонскую резню творились кошмарные пожаления психики у людей только они слушают меня это еще видел в хронике и однако наши офицеры в чем-то дали слабину они позволили этим я даже не знаю как назвать этим существам отправиться куда-то там на Колыму или в Рокуту покидать уголек вернуться потом домой в свои хутора нарожая свою молоть и в результате мы с ними воюем доделывая дело дедов это вроде как истинно очевидное но я почему про нее говорю наша психика тоже бы не выдержала те люди были закалены они не нам читат потому что представляешь себе сколько войн прошли они Саш у меня дед работал в погранвойсках майором НКВД потому что грансы НКВД и собственно погиб уже черно-бушлатом под Ленинградом за критику ведения финской войны был разжалом из майоров рядовые погиб черно-бушлатом вот рядом с пулковскими высотами но я понимаю что эти люди прошли у нас с каждым такие деды есть там было голодомор и сыпняк и гражданка и ты прав несколько но они не смогли до конца и мы не смогли поэтому я предпочитаю чтобы сейчас артой и всеми другими способами 926 тысяч как сказал залужный он сам отчитался сам залужный конгрессу США передал данные что более 920 тысяч его бойцов никогда уже не вернулся в строй и слава Богу анекдот насчет того что ну анекдот тут такая тема ну такое бытует что Зеленский единственный еврей который сумел обнулить нескольких сотен тысяч нацистов и слава Богу потому что иначе мы были бы вынуждены с ними рядом сожительствами все равно бы жить в одном обществе кто-то из них выжил бы все равно бы опять бы нарожали их же программа поэтому я не хочу прекращения конфликта пока все те кто до последнего патрона сражаются пока предпосылок к этому и нет по крайней мере наше военно-политическое руководство ни разу даже не заикало с ним при какие-то заморозки Саш, меня прости ты совершенно прав и закончил мысль в одном те люди которые стояли напротив Донецка и Луганска естественно это каратели и это не просто подготовленные войска это подготовленные войска с менталитетом карателей худший вариант третьего рейха класса тех самых ну всяких таких которые даже СС отворачивались ты не поверишь я знаю когда СС писали письма из Хорватии с просьбой прекратить зверство против сербов СС писали письма вот это такие же которые вот сейчас там стояли конечно они прошли как нож сквозь масло через всю оборону и Донецка и Луганска потому что не дай бог собрать в Луганске рядом с холодной могилой есть такой мемориал стоит танк Т-34 он не единственный такой который сняли с пьедестала который участвовал в тех действиях 14-го года а против были вот эти подготовленные головорезы со всей вооруженной НАТО поэтому у нас не было никакого выхода примитивную дар мы хорошо научились тому когда мы не успели в 41-м и мы извлекли опыт из этого потому что на самом деле а что кто-то был бы против чтобы мы упредили Гитлера мы просто не успели мы тогда не смогли мы поверили мы доверились мы решили что есть текст договора что сейчас не начнется но и заплатили страшно дорого но это ровно то что недавно сказал наш верховный когда вас спросили о чем вы жалеете о той самой доверчивости ну да но слава богу вовремя остановились ну по тому и полный великий человек на мой взгляд это вот так вот беседу драку и как он правильно сказал если драка неизбежна надо бить первым да как и есть а кстати про уличную драку а я снова-снова цитирую что кого-то как бы из-за этой схватки могут вынести только пятками вперед или мы или западная цивилизация они нас должны сожрать мы добыча то есть или добыча вот как вот олень забьет копытами агрессора или грубо говоря он его просто съест потому что ты не виноват и виноват лишь том что хочется мне кушать и бы ни в чем другом я сегодня вот записывали тоже видео с нашим товарищем Аббасом Джумой и как-то в разговоре сам с собой к твоим словам возник ну не знаю вопрос-не вопрос пожелания обещания как это назвать что наступит время когда кто-то потратит на это силы и посчитает всех тех кого западная цивилизация за 500 лет уничтожила там же будут миллиарды уже реально будут миллиарды если по всему миру взять и Америку и Индию и Африку и все европейские вон азиатские там оперы ну там реально будут миллиарды людей за это время они просто тупо уничтожены эта цивилизация не имеет права на существование я с тобой согласен прав Аптиарон Чалаудинов когда его слова звучали парадоксально где-то около года назад он сказал что он мечтает как говорится вымыть свой нож в водах Атлантики так сказать дойти ну вообще хотел бы даже до Вашингтона с той стороны Атлантики я так думал ну замахнулся мужик но это на самом деле ведь прав потому что ну они возрождаются вот из зубов дракона снова поднимаются воины поэтому только полная деноцификация демилитаризация а еще я слышал как ты беседовал на эфире оказался твоим слушателем сейчас и могу сказать только одно Запад действительно подавая реплику с учетом твоих же слов Запад действительно боится где русские становятся потому что они несут ответственность за всю пролитую кровь да и они это знают вот и все они это знают и мы не в данном случае они нас меряют своим собственным лекалом да и я однажды читал фразу новонемецкого историка он сказал вот если бы русские были бы как мы чуть-чуть его перефразивая то не осталось бы фактически в немцев в Германии в 45-м потому что они нам причинили такое горе ну там враги сожгли родную хату стихи Васильева я думаю помню многие очень и мы мы их пожалели мы им дали жить мы им дали вернуться обратно а запад бы не дал бы он бы нас бы ДДТ бы посылал порошочком чтобы все сдохли вот по этому поводу я не хочу чтобы сдохли люди но цивилизация они утратили право на цивилизацию и в прошлый раз разбавили варвары и они тогда ушли в темные века вот сейчас пусть очередные варвары да простят они мне люди простые во многом простодушные даже из Африки с Ближнего Востока и Северной Африки пусть они их грубо говоря перемелят они у них рождаемость очень высокая так сказать вот и этой западной крови не останется я знаешь радуюсь ты говоришь военный специалист а я радуюсь глядя на американцев вот я радуюсь почему потому что они не могут сделать РД-180 сколько десятилетий уже я просто аплодирую а знаешь почему они стали дурными они не в состоянии сейчас обновить свои АПЛ от подводной лодки и не могут произвести ружейный уран потому что тогда по договору ВОВНУ взяли это Черноморьян гор горы Черноморьян договора взяли у нас оружейный уран и использовали в своих боеголовках а сейчас стал вопрос обновления боеголовок ракеты они не умеют а французы разучили строить атомные электростанции когда Макрон сказал за симповали вам построить пять атомных электростанций честное слово и тут при нем пришли и сказали проблема а что а мы не знаем как мы разучились но не умеем они поглупели я за то чтобы никто не будил вот этого существа пусть дальше спит и погружается вот это в разжиж тогда они будут безопасны их надо растворить как каплю вина в ведре воды тогда все будет хорошо у нас очень оптимистичный с тобой разговор хорошо будем считать что мы рассказали программу действий почему и как это началось и программу действий на перспективу а то теперь я с твоего позволения вернусь к нам в день сегодняшний совершенно очевидно для всех что специальная военная операция которая длится уже почти два года начала как бы эффект в обратной петли начала менять наше общество по самым-самым разным параметрам вот я хотел спросить тебя согласен ли ты с тем что наше общество стало меняться в какую сторону и нравится для тебе то как и куда меняется наше общество ты знаешь Саша я бы тебе сказал так на мой взгляд то общество которое мы себе изобрели за последние 30 лет было просто не жизнеспособным все очень просто вот это эхемера и она имела некую свою разумную рациональную цель но не у нас заказчик жил за рубежом я думаю что доказывать людям ныне живущим это пока еще пока вот живет то поколение которое это прошло прошли только что ну наверное не надо ну там кто побогаче там вот квартирка или что-то там дом в Испании так сказать там что-то в Болгарии дети во Франции кто может так сказать кто нет куда-то еще инженеры там мои мати со второго курса уже у Боинга на стипендии уезжают дальше в Штаты то есть ну какое же это общество это та же самая Украина медленное вымирание это карасян это на десятилетие кстати я когда читал Фурсу у него хорошая статья она программная она не просто хорошая капитализм антикапитализм история жизни и смерти самой загадочной системы в мире это статья которую рекомендую всем это как вот капитал Карла Марса просто надо читать ну он правильно отмечает ну как американист как специалист Андрей Ильич что Америка была в шоке когда Советский Союз так быстро обвалился они хотели медленного демонтажа и тогда когда осталась Российская Федерация они ее жрали бутербродами как вот слоны едят бутербродами по частям они потихонечку нас демонтировали чтобы не было несварения желудка детей наших забирали там вот потихонечку женщин там неважно украинских русских конечно всех так сказать вот отсюда туда на племя тут не могут не поверить но честное слово на племя потому что я знаю очень хорошо почему вот поверьте в одно посмотрите кому интересно статистику разводов наших замечательных женщин западной Европы вы удивитесь 80-90 процентов разводов и там начинается ну разные цивилизации да дело не цивилизации просто у нас женщины не дуры большей частью они понимали как только приходили себя зачем их взяли и не хотели быть просто такой базой для размножения вот этих всех господ вот ну нас потихонечку вот так вот поэтому общество было абсолютно классе химера оно не могло владеть такой территорией люди заказчики потеряли лапки и собственно готовились к тому что объявила ПАСЕ я в дни сегодняшнем существу менее года назад ПАСЕ на совещании рассматривала план по распаду России на приблизительно 10 автономных государств ну там отдельно Кавказская республика Дальневосточная республика естественно Уральская республика ясное дело Украина отдельно кстати Казачьи земли вот там Кубань моя родная в том числе вот ну естественно Северная Россия Московия они нам уже все приготовили сценарий они сейчас уже от бессилия стали рассматривать в данный момент а так они не говорили но уже Сибирь флаг свой имела белый-зеленый даже помню зеленый цвет тайги белый цвет снега то есть уже все приготовили вот и надо было просто примирить людей вспоминаем Мюнхенскую программу она же Городский проект всем с неизбежностью то есть ну да вы были великими а теперь вот усни и забудь спи усни все нормально все хорошо как мантру главное не просыпайся потом же будет просыпаться было бы некому а вот собственно армию к этому готовили потому что армия наша перестала существовать в виде боевой единицы в начале нулевых с точки зрения ну еще какое-то время оставались еще в 90-е флот уничтожили а просто уже по инерции чуть шло еще люди тянули лямку потому что это была остаточная программа а потом же не осталось никого флота не было уже и нельзя конечно говорить сразу обо всем но я просто отмечу одну вещь к нашей с тобой предыдущей реплике когда на нас двинулся королевская рать они как урубороз змея которая ест свой собственный хвост они уверовали в то в тот образ который сами создали из нас в начале нулевых но Россия матушка то она великая она смогла почему-то вдруг неожиданно из наших просторов возникло и оружие комплекты и ребята которые готовы совершать подвиг я просто помню как всем доказывал ну посмотрите на псковича псковичей ну как же так полег батальон ну рота там говорили там было больше роты осталось 3 или 5 человек но не пропустили тогда басмачей на территорию Краснодарского ну это ты знаешь это старый заряд это люди еще предыдущего поколения ну как же так говорим уже было 17-18 лет ну это еще их мамки так а уже этого не было дальше мне это бизнесмены доказывали некоторые из них администрация президента тогда работали между прочим я надеюсь что больше не работают а если когда я не буду иметь к этому отношения сделаю так чтобы не работали потому что я не забыл я все помню у меня память очень хорошая но потому что не должны такие люди работать но дело в том что ведь это же было а потом вдруг появился массовый подвиг то есть уверовали сами в то что создали по этому поводу общество не должно такое было существовать оно было недостойное в принципе той территории которая занималась с точки зрения истории и Советского Союза точно и по этому поводу необходимо было обновление я сейчас скажу очень жестокую вещь но конечно меня обвиняют очень рад что я ест в войне но посмотрите на человеческую историю любое обновление идет только через кровь есть французская пословица насчет того что французский не забыл перевод на русский язык мученики взламывают двери истории ничего другого не существует но если кто-то религиозный вспомните Христа только 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 кровью только через кровь вспомните Ветхий Завет потому что все-таки мы оттуда происходим вспомните всегда так но не мы учредили не мы подвесили не на вопрос и память об этом есть всегда потому что напомню что все наши храмы стоят на мощах мучеников так точно кто-то должен заплатить ты знаешь я знаю что там многие не любят стихи стихосложения но там напомню Мария Семенова хорошо все время написала подождите было время когда-то гремело цвело и прошло и державам и людям пора наступает исчезнуть в непроглядной пучине лежит бесконечное зло и герой что ценой своей жизни увлек его в бездну говорят там внизу все еще продолжается бой беспощадно сдавив ненасытную глотку вампира кто-то платит своей окаянной посмертной судьбой за оставшихся жить за спокойствие этого мира по этому поводу кто-то должен заплатить вот ребята там и Гиви и Моторолы и собственно Корса и Медведь они заплатили за Донбасс и вот те 11 павших которые на Саур-могиле они заплатили но мы тоже платим мы должны заплатить за право называться той нацией которая занимает эту территорию это не трюизм поверь я имею ввиду что не может нация не победитель нация не империя как ты говоришь в своей книге Лис Севера я полностью согласен со своими аргументами не может такая нация которая хочет быть такой европеоидной какой-то такой макотравчатой она не должна ото владеть территорией я первым скажу ребят тогда вы должны жить в московском Каганате вы совершенно не достойны этой территории а если вы достойны этой территории этих богатств этого всего докажите свое право потому что трофеи получают победители мы можем быть только победителями вот и никак иначе и сейчас мы доказываем что мы победители поэтому Запад стал бояться он опять узрел наш лик уже решил что нас больше нет я напоминаю тебе фразу Божезинского он сказал фразу никто ее тогда не услышал почему-то а год был на дворе 92-й по-моему 91-й мы сделаем с вами страшную вещь у вас больше не родится Александров Матросовых эта фраза гениальная злого гения дело не в пушках танков и самолетах оружие главное человек сам вот человек нету больше людей на Западе которые могут запускать что-то на Луну но нету не умеют а у нас есть у нас на России дерьма поднимаются вот живут часто в таких условиях что просто дай Бог всем здоровья в страшных условиях а голова в звездах и такие вещи изобретают там наш Перельман который просто вот извини человек такой который там грибы собирает с длинными волосами ходит и с мамой живет а он формулу изобретает которая просто не числовало наш прости отец квантовой механик я просто доказываю силу нашей нации сейчас нации как сверхэтноса состоящая из очень многих этносов любых прав Владимир Владимирович ну естественно прав но он говорит я русский я татарин я еврей это все мы ну посмотри действительно мы изобрели квантовую физику а кто об этом сейчас знает что человек который изобрел квантовую физику недавно работал комбайнером на Брянщине потому что его отовсюду просто выгнали а по его учебникам учатся между прочим в Оксфорде и китайцы строят аппарат квантовый аппарат на основе его выкладок леонов это правда по его учебнику учатся вот такой учебник набитый формулой на основу всей квантовой физики вот и теорию которую он там доказал поэтому почему нам это дано потому что мы не отказываемся от себя а приходят сверху иррационально вот сверху из короны из китера как говорили когда-то люди вот приходят сверху и идет сюда а им не дано вроде бы как вот почему я не знаю и никто не знает почему Гагарин у нас вот почему Королев у нас никто не знает потому что надо увидеть улыбку Юрия Гагарина и понять что только такой человек мог полететь в космос который вот так улыбается Саш заканчивая реплику поверь без всякого низкопоклонства ты знаешь мне французы говорят французские офицеры которые еще хотят чтобы когда-то Франция возродилась но Бог им в помощь что возродилась но желательно не против нас они говорят дайте нам Путина а почему у нас нету Путина это они говорят не я честное слово я перекреститься могу это не я придумал я говорю ребят нам самим нужно мы не дадим кстати два слова о Путина потом вот надо не забыть то чем ты закончил про наших людей про способности и возможности а про Путина это к нашему началу разговора это будет важно потому что ну пока этого нет в учебниках это есть как бы в оперативной памяти кто так или иначе знал видел и был рядом о том что война с Западом неизбежна это я в книге своей доказываю Путин понял еще в 2002 году когда Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне это было объявлением войны а ты помнишь что ты проанализировал в книге когда взял его доктрину концепцию Россия есть мировая держава которая признана участвовать в усмотрении нового мирового порядка я ее цитирую в своих лекциях но заметь сиропа твоей книге потому что я сам не изучал концепцию ты изучил это действительно так то есть это вот человек на 20 с лишним лет вперед действительно мы же не можем поменять но действительно вот читайте ребята концепцию внешней политики России от начала нулевых все так и следующая редакция кто-то там постарался тихо взяли выморали что мировая держава а потом Владимир Владимирович опять включил свою следующую концепцию и в этой динамике мы дошли в последней концепции уже опубликованную что мы государство цивилизация это было возрастание и Путина самого и нас вместе с ним так вот поняв в 2002 году что будет война Путин начал к ней готовиться вот как я там пишу что главная его задача он начал бороться за время нам нужно было время мы были совершенно не готовы тогда и он нам дал на секундочку 20 лет до этого мало у кого получалось у Серёныча было 10 Столыпин просил 20 лет не получил даже 10 его убили а Путин смог дать нам эти 10 лет и просто чтобы было понимание в 2005 году получается почти 20 лет назад по его личному поручению не было указов такого рода и выступлений по телевизору тоже не было по его личному поручению несколько человек я знаю двоих но их было скорее всего больше начали по всей стране мониторинг бывшего советского военно-промышленного комплекса где что осталось где ничего не осталось вот для примера в Москве недалеко от площади Гагарина есть большое завод имени Орджоникидзе огромное было предприятие и в 2005 году там были торговые центры большая ночная дискотека в общем короче был ВПК а получилось Лос-Анджелес но вот люди которых он послал когда зашли на территорию бывшего завода нашли там действующее работающее конструкторское бюро вот завода нет а КБ осталось и там 50-летние мужики сидят Саша это знаешь как идет человек по коридору расскажу всем этот человек был на самом деле я когда ушел от ГРФ и пошла работать в АТБ авиационно-технической базы аэропорта Думазедова вот на аэродром прямо на базу АТБ ну и вижу надпись такая суки а я хорошо говорю вы что ребят сидят инженеры такие у одного даже два кирпича под ножку стола подложена уже обломанная ножка какие старые продранные кресла что-то такое делают ну вот мне говорят ну как случайно уцелевшие квалифицированные инженеры суки вот понимаешь сохранилось да так вот когда это выяснилось это было по всей стране ну искали заводы которые можно восстановить или которые нельзя уже восстановить в общем был большой большая проверка по всей стране инициированная им оказалось что многое можно вернуть но вот тогда как раз выяснилось то о чем сегодня рыдает запад особенно Соединенные Штаты мы 20 лет назад увидели что наша инженерная школа либо на пенсии либо умирает старики и тогда была поставлена задача нашим ведущим вузом срочно по специальностям готовить молодежь и устраивать их туда и мы успели наши старики потом два пустых поколения то есть 55-60 познакомились с 30-летними и кроме знаний передали им память пальцев вот этого то есть мы успели это сделать мы готовились Путин знал что эта война неизбежна я имею ввиду противостояние с Западом не за Украину конечно таким же образом были достали из шкафов пыльные из архивов Министерства обороны пыльные папки с военными разработками конца 70-х годов я точно знаю потому что одна из ракет которая была впервые запущена в 2007 если не ошибаюсь году один раз ее по телевизору показали больше не показывали и не говорили про нее потому что тогда американцы в обморок упали ракета которая несколько раз выходила из статусферы защищалась обратно и не сгорала и вот я знаю точно потому что я знаю кто это подписывал я был знаком с этим человеком царствами небесных в 1979 году было подписано КБ для создания этой ракеты в 2007 она была запущена то есть достали вот это все то есть шло такое сшивание вот через эту дыру 90-х перекидывались мостики и к мыслям и к людям и все это по возможности перетаскивалось сюда поэтому мы получили гиперзвук саш могу только продолжить твою мысль потому что проект посейдон это клавесин так называемый проект 70-х годов создание такого аппарата на основе ракеты торпеды который движется в разреженной среде перед ним создается некая эффект кавитации это так если взять авиацию проекта сухих можно посмотреть когда грач штурмовик у нас так сказать был запущенный как долго до сегодняшнего дня он остается в строю и я тоже могу только признать как мы белый лебедь смогли возродить опять-таки проект стратегического бомбардировщика ведь американцы им изменила я бы сказал выдержка они что стали орать на всех волнах как я говорю для Амазона о том что вам не удастся возродить этого вы уже утратили базу и когда мы запустили первый стратегический бомбардировщик уже нового поколения нет это из старых запчастей не собрали это не так мне не хочу верить называется этого не может быть потому что если это так тогда у них жизни нет что вот мы их на помощь уже вводим просто говорю ну вот вам РКД конструкцию ну построите двигатель эпохи королевого двигатель старый не могут а параллельно сколько раз они его разбирали а собрать обратно не могут понимаешь фантасти а параллельно ты поднял тему очень любопытно потому что да есть Владимир Владимирович но в силу того что мы действительно люди думающие мы же не пособачьи во что-то верим я скажу что он вполне достоин своего соответственно нашего народа потому что берем Донбасс не будем ходить далеко берем конкретно Луганск я сам так уже вышло но простят я все там рассказываю но это интересный опыт занимался луганским патронным заводом могу сказать что луганский патронный завод несмотря на годы и годы простоя сохранил полностью потенциал первого патронного завода машиностроительного на минуточку всей Российской Федерации потому что у нас другие патронные заводы включая Амурский умеют делать патроны но делать танкист на которых делают патроны они не умеют умеют делать только луганчане только луганские ребята умеют делать и когда я к ним пришел то что просто любопытно мне приятно говорить я же про людей говорю про обычных простых людей но я попытался там не важно что пытался сделать я один пытался бог с ним со мной я говорю мужики они говорят у нас тут еще есть такие поля это под луганском поля место там такое есть хочешь проехаться я говорю ну хочу а там еще три таких завода лежит законсервированных то есть разобранные станки в контейнерах все опечатано опломбировано они говорят мы можем в любой момент там расконсервировать я говорю а у вас есть научный потенциал да в луганском университете за сегодняшний день все на учете около 304 профессуры и мы учим молодых я говорю подождите я не въезжаю извините за глагол извини дорогой я говорю а зачем вы их учите если сейчас вот собственно никакого сбыта не было как ну на всякий случай чтобы молодежь знала а если война вот то есть получается Путин не случайен потому что это психология наша и мы с тобой обо это говорим и слава богу что это так нам дается но мы параллельно этого достойны и параллельно слава богу наконец-то человек который понимает свой народ находится на правильном месте в правильное время это не случайность это знаешь как говорили марксисты но они были неверующие хорошо говорили случайность это не выявленная закономерность и закономерность что это здесь сейчас и у нас мы действительно те у заповедников быть не могло которые такие и еще добавлю один момент в чем-то русский народ в широком смысле слова понятие россияне он мистичен потому что конкретный случай без ухода в общие темы я знаю одного из лучших специалистов он лучший специалист реально в области материаловедения зовут Артем Аганов работает в Подмосковье не буду говорить где он живет а вдруг на виду не хочу но он ходит по списку Forbes в 50 лучших ученых планеты всей планеты Земля он доктор почетный и британского одного вуза американского и в Швейцарии работал очень долго в результате вернулся живет в подмосковной деревне имеет четырех детей теперь родил ездит на велосипеде на работу все как положено ученому с большим именем но он сказал что давал три по этому поводу и не мне мне он тоже давал это человек который рассчитал чтобы просто было понятно величие человека формулы чтобы создать материал который выдерживает температуры камеры сгорания гиперзвукового аппарата без него было бы невозможно мало того он может сначала написать формулу создал такую программу софт формулу нового вещества который не существует в природе по параметрам потом его синтезирует на основе этого формула которую он просчитал но есть программа которая эти вещи делают то есть ну таких людей на планете даже трех наверно наберется вот ну он сказал то что в свое время когда его лихие 90-е довели до того что ему нечего было есть он где-то в Крыму подрабатывал разнорабочим он вот упал просто от голода и потерял сознание и вот пришел в себя с мыслью что на него сверху что-то его сияло что-то спустилось и он понял что вот реально должен заниматься материаловедением очень нужно в своей стране вот это ну можно так сказать угодно мистика а Меделеев не мистика а Королев во многом то же самое ну не обязательно а Сиолковский ну а Сиолковский а у них там допустим какие-то постулаты Бора которые никто так не доказал просто есть постулаты вот это что-то дается нам как я понимаю за ту кровь которую наши предки продлили за то что все-таки наверное что это достойно я точно пока говорил я как раз об этом и думал что это как бы за те страдания которые наш народ понес теперь мы получили типа Путин смотри вот возвращаясь к твоим словам замечательным про наших людей про наш народ ты несколько раз сказал с разных сторон я бы хотел вспомнить как мы с тобой ездили на церемонию вручения премии в Улан-Удэй и в Братск вот в Братске когда была церемония просто у меня так тоже у меня был текст типа заготовлен я вот это тоже ни разу не посмотрел я тогда что-то сказал что не по сценарию потому что я людей просто увидел у меня эти слова родились я это сказал кстати у нас уже одна наша коллега даже стихи написала на этом я сказал что нам повезло тем что к нам вернулось время героев его не было помню в этом смысле у нас было безвремени у нас было время потребительства там профанации а теперь возвращается время героев что радует и вдохновляет и вот собственно люди которым мы вручаем премии это они и есть и когда меня вот спросили тоже в рамках вот этих бесед как бы смысл основной этой премии и мне кажется что а мы сейчас еще на Урал поедем вот и это далеко не последний будет регион пойдем обязательно мне кажется что при помощи вот этой премии то есть люди которые поднимаются на сцену которым мы вручаем сертификаты мы задаем новую систему координат мы же показываем тех на кого ориентироваться надо не на олигархов не на вот этих вот проституток с голой вечеринки мы показываем другую систему координат эта система координат нашей страны завтра потому что это люди когда вот эти женщины выходят 50 плюс меня это вообще пробило несколько женщин но я глядя на них вспомнил советские фильмы 70-х годов там вот Рита Терехова в Ленинграде в этой шапке которую они не снимают ну и при том что они на сцене я сейчас 24 год 21 века я был даже сейчас даже старше чем они но я когда на них смотрел мне казалось что мне вот 30 а им 50 вот как из 70-х годов но когда ты понимаешь что они делают вот эти простые русские женщины прошли бы мимо не заметили но они своими делами становятся заметны и когда мы этих людей показываем и тут очень важно чтобы как можно большее количество людей об этих церемониях узнавало мы задаем новую систему координат как мне кажется вот этого времени героев ты знаешь я с тобой полностью согласен по той причине что во-первых когда человек что-то делает ну даже семье все мы здесь мужчины ну в данный момент присутствуем включая даже уважаемых операторов которые с нами сейчас работают приходят домой там допустим принес жене что-то так сказать там на продукт она не обратила внимание поставь в холодильник и все и у человека уже сразу настроение падает потому что его не ценят любой человек хочет чтобы его ценили чтобы его уважали не надо над этим как-то как говорится ерничать то что хотите чтобы за грибку похлопали да все хотят все даже кошке глазковое слово приятно мы все хотим какого-то поощрения мы все не хотим быть одинокими потому что немцы правильно говорят каждый умирает в одиночестве люди так устроены мы хотим видеть в глазах другого отражение того что он видит я тебя вижу я вижу что ты сделал что-то хорошее когда человеком здороваешься говоришь ему добрый день незнакомого ты человек чувак я тебя вижу ты человек ты не стена не пыль не какое-то дерьмо ты человек я тебя ценю я тебя вижу даже если я не знаю ты человек я тебя признаю человека здесь то же самое мы к сожалению в эти 90-е сволочные люди делали хранили заводы знания копили а их никто не ценил он говорит вы же идиоты все вы же деньги не зарабатываете вы же придурки вы же трусами не торгуете на рынке какой ты инженер ты господи ты дурак у тебя нету мерса у тебя шестисоса нет я же понимаю все а сейчас вот мы в этом отношении считаю поднимаем творческую энергию мне кажется какое-то счастье фирмы тебя потратили на то чтобы сказать изначально все делается вот иррационального как кто-то сказал без иррационального даже нельзя женщину полюбить потому что тебе надо чтобы ты ее захотел грубо говоря чтобы потом были дети а ты ее хочешь потому что ну почему ты хочешь ее ну что другая такая же точности физиологически какая тебе разница а тебе не разница есть какая-то в голове то есть изначально приходит любовь не рациональная это точно вот изначально надо поднять ту самую духовную энергию потому что наши враги они же такие материалисты приземленные они же просто не Иванус верит а не высшие силы я про это убринули мэра и жив с ним про всяких там Аталий Рафаэля премьер-министра Франции и прочих так сказать там таких вот а у нас духовная энергия это вполне такая сила ее нельзя там измерить не в Паскалях наверное не в Омах но она существует мы ее поднимаем люди когда чувствуют что они нужны они обращаться они востребованы хочется свершать еще и еще как семье хочется делать когда ты чувствуешь что женщина тебя ценит и любит и конечно такие поездки поднимают энергию а еще есть одна составляющая лично у меня ценная но я верю все-таки в то что социальная физика тоже работает в ротацию элиты и приход сейчас наверх может быть не сразу может быть не по мгновению вошедной палочке как раз вот этих самых обычных все обычные самых нормальных людей то есть вот эти все которые все правильно устроено насчет того что хорошо что такое плохо где верх где низ где будущее у меня возникает какая-то мысль что может быть Владимир Владимирович коль скоро он так видит на два десятилетия он в этом отношении тоже это просчитывал ему необходимо тоже было новое поколение я не буду вспоминать всяких нехороших людей я вспомню людей которые для всех должны быть авторитетом почему Моисей 40 лет водил по пустыне людей потому что они помнили рабство и он не хотел чтобы земли бытованные дорога была гораздо быстрее из Египта элементарно там дойти он хотел чтобы умерли все те кто жил в рабстве потому что раб никогда не станет свободным человеком вот я считаю что сейчас ставку которую делает Владимир Владимирович на будущее потому что все мы смертные все равно мы все уйдем все мы не молодые он делает ставку на новых людей которые почувствовали что они с оружием в руках будучи обычными людьми обычными каким там дружинниками избранными при князе самыми обычными им дали оружие им поверили они защищают свою землю они защищают Господа Бога они верят то что они делают и они своей кровью заслужили право в дальнейшем подняться на высшие эшелоны власти у меня ощущение что на них сейчас ставка делается нашим верховным но он даже говорит об этом ну так вот это и есть истина потому что тогда мы можем спокойно в дальнейшем я не хочу чтобы было завтра закрыть глаза понимая что еще на 50 лет вот как наши деды которые выигрывали в 45-м победили мы можем я не знаю что будет через 50 но вот на 50 лет у нас страна будет существовать потому что эти люди не дадут такую страну разбазарить раздербанить разобрать на части когда я дико радовался когда мы с тобой были в Улан-Удэ и вспоминали посещая так сказать там этот самый мавзолей Хам-Валамы и беседуют так сказать в Иволгинском Адасане вот мы вспоминали тогда вот эти слова нашего врага и папы римского ну враг все-таки эти буряты подлые эти чечерцы которые воюют так сказать там это самые-самые такие отпетые хотя ну что проняло папа свет римский проняло тебя то есть ты почувствовал когда враг так начинает говорить это же хорошо а ты говори говори все правильно да и чеченцы и буряты и русские так сказать и пожалуйста и белорусы я считаю что так без того чтобы пробудить такую силу нельзя было сделать другого надо верить в свой народ но наши враги еще одного не учли на этом реплика что у него не было бесконечно закончено до этого мы смогли уже провести нечто подобное мы справились с кавказским кавказским немирием и смогли войну которая шла в минус в разнос фактически всей южно-нашей русской действительности на самом деле очень далеко от Украины же чисто территориально а потом мои Кубани извини откуда у меня предки из станицы Белореченск теперь это город уже Белореченск вот и северного кавказа с которого у меня другая часть предков вот это все уже шло на распыл но мы же справились мол от того теперь все вместе дружно всем миром справляемся в южно-русских степях вот поэтому я заведомо считаю что была уже затравка до этого мы же сделали это сделали сделали опять при правлении прости меня нашего верховного это начало нулевых и тогда это было совсем не очевидно что я помню одного министра ТЭК-транспорта и связи честно я сейчас назвал его должность впервые сейчас уже на том свете который говорил ой Санечка обращайся ко мне да власть Путина не дали чем его лимузин и сказать ну чего Владимир Михайлович не назову имя честно назову ну чего Владимир Михайлович ты на том свете помнишь как по Булгакова глядя в глаза головы Берлевы любая теория да хороша в практике мы пьем за жизнь а вы а вы смерть как говорится ну идите в небытие как говорится ну что Владимир Михайлович она что взяла на что сильнее оказалось вот эта теория поэтому на самом деле у нас есть тот заряд в результате которого мы отстроим заново всю страну я в это верю а почему я верю верю потому что в империю верю в зону притяжения империи а тем кто сомневается скажу следующее простите вот многие из тех кто там меня не особо сильно любит и тебя как я понимаю они там молились на штаты а штаты вообще-то фактически конфедерация потому что у них там в каждом штате свои законы свое все а почему вы не верите в то что в дальнейшем как вот срастутся части тела опять и Казахстан и другие так сказать там если мы захотим мы с ними снова образуем более тесно союз на основе шосса того же самого может как-то как это будет и ничего особенного у каждого свои законы у каждого свой собственный мир но все вместе мы образуем какой-то над мир над структур в Княжестве Финляндска была своя конституция в конце концов и это будет лучше чем штаты уверен уверен а я бы вот еще тоже как бы заканчивая и отмечая что во всех церемониях национальной премии своим у нас обязательно участвуют священнослужители и в Бурятии это были ламы и православный священник это был митрополит в Братске который с самого начала как бы был на сцену выходил и вручал эти премии это очень важно что вот задавая новую систему координат мы же в числе прочего как бы говорим отвечаем на вопрос крохи что такое хорошо и что такое плохо и то что в этом присутствует этот религиозный и у нас есть номинация военный капеллан и мы уже ее вручали а вот священнику православному в Бурятии от которого я просто вот я просто с ним поговорил он какой-то такой глыб очень человеч и к разговору о чеченцах о чем ты вот сейчас тоже говорил вспомнил они первые а еще точнее Кадыров первый почувствовал на Украине запах серы он первый про шайтанов сказал в переводе на русский бесы он сказал это первый я помню потом прошло время больше чем полгода и наш верховный первый и последний раз больше не повторяю сказал что мы боремся с сатанизмом но он это сказал а верховный верующий конечно да это мы более чем это мы знаем да причем востроковленный но и в этом смысле мне кажется тут я бы вопрос про миссию национальной премии своей мне кажется эта миссия даже выше того чтобы просто отметить и показать людей которые совершают подвиг в тылу такой ежедневный простой без помпы без флагов просто подвиг в этом есть какой-то еще глубокий религиозный смысл потому как который мы когда будем в регионах где традиционный ислам вот у нас обязательно будут имамы и в этом смысле наша премия тоже будет складывать вот этот вот огромную мозаику нашей нашей многонародной многорелигиозной империи если правильно речь не многонациональная а многонародная и многорелигиозная ну и во славу этой империи мы поедем сначала на Урал вручать премии героям а потом и дальше по всей стране да и господи спасибо 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 субтитры